Здравствуйте! На канале ВКТ Время новостей в студии Инга Габешия и в начале коротко о некоторых темах выпуска. Ставка на новые форматы. Более 250 компаний приехали в Сочи на Всероссийский конгресс туроператоров. Сочинский фишт принял юнифайт матч. Игра прошла в рамках тура официального Кубка Чемпионата мира по футболу. Сфотографироваться с обезьянкой предложили полицейским на набережной. Незаконному фотоателье теперь грозит два штрафа. На Кубани создали координационную группу по защите прав дольщиков. Туда вошли и прокурор края, начальник полиции, руководитель управления ФСБ и Следственного комитета. Возглавил группу губернатор Вениамин Кондратьев. Сейчас в краевом реестре обманутых дольщиков находятся 883 человека. Но попасть туда могут гораздо больше людей. Как этого не допустить и что сделать, чтобы достроить все проблемные дома, говорили на первом заседании рабочей группы. Подробности у наших краснодарских коллег. Больше 21 миллиона квадратных метров почти в тысяче домах. Именно так выглядит долевое строительство в Краснодарском крае. За огромным количеством квартир кроется и одна из самых острых проблем в регионе. Появление долгостроев, а значит и обманутых дольщиков. На Кубани их, по данным официального реестра, 883 человека. Но попасть в этот список рискуют еще почти 6 тысяч дольщиков. Для защиты тех, кто стал жертвой недобросовестных застройщиков, в сегодняшнего дня заработала координационная группа, которую возглавил губернатор. В нее также вошли прокурор края, начальник полиции, а также руководители управлений ФСБ и Следственного комитета. Эта координационная группа в рамках своей компетенции будет давать оценку каждому чиновнику или представителю строительного бизнеса, если его действия повлекли нарушение прав дольщиков. По-другому не нужно заходить на рынок долевого строительства. Не нужно. Потому что проблема... Каждый застройщик должен понимать проблему, чтобы он себе не создавал. Ни себе, ни людям, ни в целом в крае. Действительно очень много вопросов, которые возникают в ходе проведения процессуальных проверок, расследования уголовных дел, вопросы, связанные по избранию меры пресечения, изменения и другие моменты. Они требуют своевременное разрешение. Координационная группа по защите прав дольщиков займется каждым проблемным домом, пообещал глава региона. Больше всего долгостроев оказалось в Краснодаре. 163 объекта. В лидеры антирейтинга также вошли Сочи и Анапа. В большинстве случаев причина одна и та же – нецелевое расходование долевых денег. Попросту говоря, застройщик тратит собранные с людей миллионы рублей на свое усмотрение, а не для того, чтобы закончить дом. После этого компании банкротят. Для борьбы с такими мошенниками Вениамин Кондратьев попросил усилить работу в полиции. Решен вопрос о создании в Главном следственном управлении специализированного подразделения. Но оно у нас было, мы его просто еще расширили. Который чисто занимается этой проблемой. Уже появились и первые результаты борьбы с недобросовестными компаниями. Их заставили вернуть и направить на завершение строительства больше 660 миллионов рублей, которые раньше тратились не по назначению. Практически по всем проблемным домам в регионе разработаны дорожные карты, в которых четко прописаны сроки сдачи в эксплуатацию. Однако многие дольщики даже не догадываются об этом. И здесь явная недоработка профильных чиновников, замечает Вениамин Кондратьев. Людям нужно предоставить все документы и ответить на все вопросы. Вам надо максимально с ними работать тоже. Не из кабинета работать, а там среди них быть. Потому что, похоже, они культивируют то, и даже не знают то, что происходит, и что мы на самом деле делаем. Значит, здесь нету вот той самой прямой связи с ними. А ваша задача, как того, кто отвечает за политический блок, обеспечить прямой контакт, прямую связь с ними. Есть дорожная карта по каждому дому, уже сегодня есть. И примерное понимание, даже не примерное, а точное, исходя из докладов, которые мне докладывают, что, когда будет происходить. Тогда какое основание у них стоит в пикетах? Если есть полная ясность у власти, что будет? Значит, и в курсе ли они, что делает власть? Вот тогда нужно, чтобы не они к нам шли, а мы к ним должны идти. Дополнительную помощь обманутым дольщикам окажет и недавно созданная общественная организация «Кубаньстройнадзор». В нее можно будет обращаться за поддержкой в решении спорных вопросов. Все жалобы оттуда будут систематизированы и направлены в полицию, прокуратуру и суды. Стоятельный бизнес, конечно, выгодный бизнес, никто не говорит. Но вот застройщики должны понимать, что это не только прибыль, но это и социальная ответственность. Тот, кто сегодня пытается наживаться на долевом посредствии, наживаться обманным путем, мошенническим путем, вот эти люди, конечно, должны нести заслуженное наказание. Руководство и правоохранительных органов, и прокурор, и начальник ГУВД, и представитель суда, и руководительственного комитета, и, конечно, все мы, мы настроены максимально сделать все, чтобы ситуация была закрыта. Максимально каждый дом будет на нашем личном контроле. Главным итогом работы координационной группы должны стать не только достроенные дома, но и законное наказание мошенников, которые обманывали дольщиков по всему краю. Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Маскаленко, Акубань-24, Краснодар. Актуальные вопросы и расширение полномочий бизнес-амбудсменов обсудили в Краснодаре. В Краевой столице сегодня прошла 10-я всероссийская конференция уполномоченных по защите прав предпринимателей. Участие в ней приняли глава региона Вениамин Кондратьев и предпринимательский амбудсмен Борис Титов. На форуме обсудили проблемы, с которыми обращались бизнесмены в этом году и рассказали о том, как удалось справиться с трудностями. Доклад уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей включает в себя более 250 системных проблем и около 600 предложений по их решению. На конференции собрались представители крупнейших федеральных общественных и бизнес-организаций, руководители Министерства экономического развития России, профильных комитетов Госдумы, а также администрации и прокуратуры Краснодарского края. Одобрили бюджет. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края в первом чтении приняли проект регионального бюджета на 2018-2020 годы. План документа на рассмотрение в парламент внес губернатор Вениамин Кондратьев. Новый финансовый устав региона предусматривает повышение доходов до 250 миллиардов рублей. При этом бюджет Кубани, как и в прежние годы, останется социально ориентированным. Значительные средства в бюджете предусмотрены на выполнение майских указов президента. Из краевого бюджета на эти цели будет направлено почти 32 миллиарда рублей. На 6 миллиардов больше, чем в прошлом году. Коллеги, некоторые субъекты, у них задолженность в выполнении указов президента уже года два или три. А мы не то, что мы здесь увеличиваем, на 6 миллиардов. Большая часть этих средств пойдет на повышение в следующем году оплаты труда работников в социальной сфере. Но это объективно. Это те, которые, как правило, рядом с народом, но сами порой живут хуже тех, которые к ним обращаются за помощью. В среднем на 18% вырастет зарплата врачей, среднего медперсонала и работников учреждений культуры. Планируется, что 70% всех расходов из краевого бюджета направят на развитие здравоохранения, образования, а также обеспечение всех социальных выплат. В ближайшие сутки в Сочи ожидается усиление ветра. Ночью и утром местами пройдет сильный дождь в предгорьях, переходящий в мокрый снег. Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Спасатели просят не оставлять машины под деревьями и легкими конструкциями, не выезжать в горные районы на летней резине. В случае происшествий звонить по мобильному по номеру 112. Но даже в такую суровую погоду в Сочи говорят об отдыхе. Более 250 компаний приехали на Всероссийский конгресс туроператоров. Он стартовал сегодня. Ведущие туроператоры и представители отелей собираются на Черноморском побережье в таком составе уже во второй раз. 250 компаний из 42 регионов страны. Второй конгресс туроператоров объединил представителей гостиниц, отелей, топ-менеджеров, крупнейших туроператоров России, транспортных и страховых компаний. За два дня форума планируется обсудить целый ряд вопросов. Это и ключевые аспекты формирования и продвижения региональных турпродуктов, основные тенденции экскурсионного туризма, вопросы субсидирования перевозок. Также в ходе форума будут подведены итоги туристического сезона 2017. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в своем докладе привел интересные цифры. Как оказалось, очень небольшой процент россиян позволяет себе любого рода путешествия. Абсолютно большинство россиян еще нигде не были. И даже паспорта не имеют. 72% не имеют загранпаспорт. Понимаете, мы работаем с узким сегментом потребителя. А все остальные либо на дачу, либо около 42% вообще никуда. То есть основная задача – развитие потребительского спроса. А потому необходимо развивать внутренний туризм и формировать интересные предложения для туристов с разными финансовыми возможностями. В Сочи, например, рассказал на открытии конгресса глава курорта Анатолий Пахомов, работает программа «Открытый юг». Ее участники могут отдохнуть в санатории всего за 1400 рублей в сутки. Сегодня те предложения, которые дают Сочи, они превосходят все другие предложения, которые дают иностранные наши компании. И, естественно, я уверен, что при хорошей работе наших турагентов и туроператоров на местах, в своих регионах, туристы из этих регионов, конечно же, выберут Сочи. Анатолий Пахомов добавил, что будет продолжать инфотуры по регионам с презентацией курортных возможностей Сочи. На ближайшее время запланировано посетить шесть городов – это Пенза, Калуга, Рязань, Курск, Калининград и Тула. А это значит, что уже в следующем году в Сочи приедут отдыхать гости из этих точек нашей страны. Что касается планов на самое ближайшее время, на зимний сезон, курорт планирует принять порядка полутора миллионов туристов. Наряду с горно-климатистскими курортами, наряду с пляжными курортами у нас активно развивается спортивный турист, конгресс, мероприятия. И поэтому их достаточно немало, они с каждым годом растут и растут. А это значит, что интерес к нашему городу большой и посещаемость наших курортов будет еще больше. Ну а с возможностями для отдыха гостей в Сочи участники Всероссийского конгресса смогут познакомиться в рамках специальных экскурсий по объектам показа и отелям курорта. Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания, ФКТ Сразу три новых направления в курортной отрасли представят на четвертом международном туристском форуме. Цель – сделать отдых дешевле и полезнее. А главное – по-настоящему приблизить Сочи к статусу круглогодичный курорт. Сотни туроператоров будут знакомиться с новыми возможностями Олимпийской столицы. Четвертый международный туристский форум Сочи вот-вот начнет работу. Уже стартовали ознакомительные туры по объектам курорта, а впереди – выставки, конференции, деловые знакомства с расчетом на тесное сотрудничество. На этот раз собирается рекордное количество туроператоров – более трехсот фирм. К нам традиционно также приезжают туроператоры, но мы попросили, чтобы это были новые туроператоры, которые не были еще в городе Сочи, чтобы им показать все туристские возможности города. Следующее отличие – это мы будем презентовать наши три основных направления развития туристского потенциала города Сочи. Первая – это программа «Открытый юг». Такая программа должна сделать отпуск для многих доступным и полезным. Отдых с лечением от 1400 рублей. Вторая часть – это развитие спорта на базе олимпийских объектов, который должен быть востребован и в межсезонье. Немаловажной частью потенциала курорта является и конгрессный туризм. Сочи способен принять около 2000 человек на подобного рода мероприятиях. Увеличить количество постоянных гостей в Олимпийской столице – это и есть основная задача форума для сочинцев. «300 туроператоров со всей страны. Это большое мероприятие. В рамках этого конгресса туроператоры осматривают достопримечательности города Сочи, осматривают отели города Сочи для того, чтобы уже в своих регионах им было легче продавать туры в наш любимый город Сочи». Международный туристский форум пройдет в канун открытия зимнего сезона в Сочи. Организаторы уверены, что здесь и сейчас круглогодичный курорт обретет сотни партнеров. Сочинский фишт принял «Юнифайт-матч». Игра прошла в рамках тура официального Кубка чемпионата мира по футболу. Напомню, главный трофей турнира до визита в Сочи побывал в 15 городах России. Продолжит Татьяна Говоркова. Золотой кубок FIFA уже был в России 4 года назад в Москве в рамках глобального тура. На курорт трофей прибыл впервые после длительного 123-дневного путешествия. Кубок преодолел более 27 тысяч километров и сменил 11 часовых поясов. Сочи 16-й по счету город – тура официального Кубка FIFA. Увидеть и сфотографироваться с футбольной реликвией все желающие смогут 25 и 26 ноября на площади флага у мэрии. Отмечу, что оригинальный 18-каратный золотой трофей особо охраняется и всегда находится под защитным стеклом, так как в соответствии с правилами FIFA прикасаться к нему могут только главы государства и команды-победительницы. И то лишь на определенное время. После в качестве награды чемпионом остается позолоченная копия кубка. По статистике футболом занимаются около полумиллиона человек. И для каждого футболиста этот кубок – мечта. Национальной сборной он еще ни разу не доставался. И сейчас в преддверии чемпионата мира россияне надеются на удачу. А вот сочинцам уже есть чем гордиться. Стадион 50-тысячник прошел боевое крещение во время Кубка конфедераций. А созданная в городе инфраструктура и радушный прием не оставил без впечатления ни одного участника и гостя турнира. К счастью, очень много таких историй. Это и Олимпийские игры зимние, это и Формула-1, это и фестиваль молодежи. Но вот самым значимым событием 2018 года, конечно, будет Кубок FIFA. В Сочи будет 6 матчей. Вот это мы третий, по сути дела, после Москвы и Санкт-Петербурга по количеству матчей и по значимости этих матчей. Какие команды сыграют на поле фиш, то станет известно 1 декабря. Жеребьевка пройдет в Москве. Ну а сегодня на газон в шиповках, красной и белой формах вышли представители FIFA, краевой и городской администрации, атлеты, специальные олимпиады для людей с особенностями развития, а также известные футболисты. С первых минут Unified матч впечатлил зрителей. Ими стали воспитанники футбольных секций спортшкол города. Юные футболисты отметили игру всех участников матча, но больше всего им понравилась игрок национальной женской сборной команды Виктория Шкода. Ей удалось забить ворота противника несколько мячей подряд. Кстати, на поле сочинского стадиона Виктория вышла впервые. Здесь показывают тем, что нет слабых соперников, все достойны играть в футбол, и все могут доказывать и показывать красивый футбол. Здесь очень здорово, очень хороший стадион, тут очень много болельщиков поместится, и я считаю, что наша сборная достойна медали и побед. Unified матч прошел не ради появления победителя, а с целью повышения интереса юных футболистов к этому виду спорта и развитию чувств патриотизма за свою страну и футбольную команду. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Перспективы олимпийского наследия обсудили в Сочи в рамках Международной научно-практической конференции. Участие в ней приняли более 200 представителей России и 18 стран мира. Международная научно-практическая конференция «Олимпийское наследие и мега-события в спорте. Определяя точки роста, собрала экспертов, профессоров, знаменитых спортсменов, студентов и выпускников РМОУ, депутатов как Госдумы, так и городского собрания Сочи и, разумеется, самих организаторов международных спортивных событий. Олимпийское наследие игры – самая важная часть мирового праздника спорта. Как полностью использовать этот потенциал, как найти дополнительные ресурсы для реализации новых проектов на имеющейся инфраструктуре – все это задача конференции. У нас есть официальный документ, подписанный в том числе со стороны Национального оргкомитета, о том, что город в части своего контракта все обязательства выполнял. Там это и повышение уровня жизни, и заявочные обязательства содержали, обязательства в сфере и экологии. Это практически все аспекты города, да, то, что мы видим сегодня, и с точки зрения построенной инфраструктуры, вытекали из заявочных обязательств. Как раз и победа российской заявки во многом была обусловлена тем, что практически на пустом месте с нуля создается абсолютно новая инфраструктура. Сегодня мы можем третий год и наслаждаться. Наследие Олимпиады – это совокупность достижений, подчеркивают участники международной конференции, как спортсменов, так и в другой сфере. Социально-экономическая, гуманитарная инфраструктура – это тот потенциал, который в Сочи еще предстоит раскрывать. Ресурсы и возможности олимпийского наследия еще не исчерпаны, уверены эксперты. Ну а реализованным и положительным примером является тот факт, что благодаря олимпийскому наследию изменилась судьба целого региона, а сам Сочи превратился в круглогодичный курорт мирового уровня и привлекательную площадку для проведения мероприятий различного масштаба. Также олимпийское наследие внесло весомый вклад в развитие туристической отрасли, включая появление нового вида – событийного туризма. Это позволило курорту преодолеть понятие сезонность. Каждый второй наш гость из Китая приезжает сюда именно для этого. 40% возвратности наших гостей в Сочи, и не только в Сочи, ради спортивно-событийного туризма. Иными словами, сочетание спорта, отдыха и туризма – это совершенно новая сфера, это совершенно новое поле деятельности, которое должно развиваться, это форма бизнеса. По результатам конференции участники дадут рекомендации по пропаганде олимпийского движения, в том числе правительству страны. В городе появился еще один экскурсионный маршрут, так называемый исторический бульвар, открылся на курорте. Исторический бульвар Сочи начинается у подножия Эллинского спуска. Именно отсюда исторически и начал свою богатую летопись город-курорт. Всего в маршрут входит 35 объектов историко-культурного наследия, которые сегодня находятся под охраной государства. Объекты в едином таком комплексе необходимо показывать нашим гостям и, собственно, жителям города. Потому что жители даже, вот сегодня здесь собрались экскурсоводы, они тоже для себя открывают новые объекты. Маршрут проходит мимо арт-галереи «Форд», через сквер возле концертного зала «Фестивальный». Далее дорога ведет прямо к дому первого городского врача Аркадия Леонидовича Гордона. Теперь в память о выдающемся человеке на этом месте будет стоять его бюст работы скульптора Петра Хрисанова. Я чувствую необыкновенную гордость за то доверие, которое город оказал нашей семье, увековечив память моего прадеда, действительно, не только первого врача в Сочи, но и основоположника борьбы с малярией. Далее исторический маршрут ведет по верхнему ярусу набережной вдоль гостиницы «Приморская». Такая схема уже заинтересовала местных экскурсоводов. Специалисты уверены, новая программа будет непременно востребована туристами. Такие прогулки должны быть не просто знаками, но и войти в план исторических объектов и, конечно же, в план мероприятий экскурсионных фирм. Именно пешеходные прогулки будут украшать наши программы. Оценили маршрут по историческому бульвару и сами горожане. Сочинка Полина Смирнова пришла на экскурсию с детьми. Подрастающее поколение должно знать родную историю. История нашего города, его облик складывается не новыми зданиями, а прежде всего историческими. И они хранят душу и уникальность нашего замечательного города. Завершается исторический маршрут у легендарной фитофантазии возле Зимнего театра. Помимо того, что в зеленом уголке прошла глобальная реставрация, ее границы отныне расширились. И чтобы новый сквер полюбился всем гостям и жителям, золотую рыбку, исполняющую желание, в пруд лично отпустил глава города. Завершили этот исторический маршрут, так как и будут завершать наши экскурсоводы потом свою работу по этому маршруту, именно на новом объекте фитофантазия, который, в общем-то, расширился за счет вот этого замечательного, на мой взгляд, красивого, душевного и такого сочинского уголка. Активное участие в восстановлении сквера приняла общественность города. В будущем опыт организации подобных исторических пешеходных маршрутов должен распространиться на все районы города. Следующей на очереди стоит улица Новогинская. Галина Моисеева, телекомпания, ВКТ. В случае полицейские пресекли незаконную деятельность уличных фото отелье. В ходе одного из рейдов на Амерзинской набережной был замечен мужчина, предлагающий сфотографироваться с обезьянками. 32-летний местный житель, не имея соответствующего разрешения, организовал на муниципальной земле работу уличного фото отелья. В качестве реквизита он использовал обезьян. В отношении предпринимателя, сотрудниками отдела исполнения административного законодательства УВД по городу Сочи составлено сразу два административных материала. В настоящее время они переданы в суд для принятия решения по существу. Аналогичные нарушения были выявлены и в других районах курорта. В отношении нарушителей составлены протоколы. Санкции статьи предусматривают штраф 2,5 тысячи рублей. Депутат Государственной Думы Константин Затулин встретился с сочинцами. Согласно графику, у народного избранника региональная неделя. Прием граждан состоялся накануне в торговом центре Александрия. Проблемы, с которыми обращаются избиратели к депутату Госдумы от Сочинского округа, самые разные, начиная от бытовых, заканчивая глобальными. Последние, как правило, требуют вмешательства именно со стороны законодателей. Анна Меньшойкина, например, обратилась к Константину Затулину по вопросу получения льгот. Она – дочь участника Великой Отечественной войны, который так и не вернулся из боя. Статус вот этих детей погибших, он в каких-то случаях проигрывает по отношению к льготам, которые положены в данном случае ветеранам и их детям. И это несправедливо, безусловно. И это требует, наверное, поправок и так далее. В соответствующем законе есть пробелы. Ветеранами признаны лишь те, кто вернулся с фронта. Вот им и их детям льготы полагаются. Семьи погибших на полях сражений в этом плане обделены. От боевых действий бежала, на этот раз на Украине, другая посетительница приемной Константина Затулина. Ирина Сафонова из Донецкой Народной Республики переехала в Сочи в 2014 году. В связи с прошедшими у нас событиями мы, естественно, приехали там, где нас ждали, где нам могли помочь. Ну, сразу мы определились с работой, с жительством. Здесь у нас проблем не было. Проблемы возникли с получением гражданства. Для семьи Сафоновых этот вопрос стоит особенно остро. Несовершеннолетней дочери пришло время оформлять паспорт. Вот только где? В России или на Украине? Константин Затулин пообещал разобраться в ситуации и ускорить процесс. Ольга Десятого, телекомпания, ФКТ. «Моя Родина» – городской фестиваль театрализованных постановок на этнических языках пройдет в Сочи. Он состоится 1 декабря в гимназии номер 8. Конкурс проводится в трех номинациях – театральное творчество, изобразительное творчество и исполнительское творчество. Участники представят 12 театральных постановок на армянском, грузинском, адыгейском и других этнических языках в четырех возрастных группах. Помимо театральных постановок, зрители смогут оценить мастерство юных художников и музыкантов. По результатам фестиваля конкурса будут определены победители и призеры. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеши. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.